этот день настал минивэн 30 уровня в этом видео посмотрим что он из себя представляет и на что он способен и спереди смотри уточка уточка классно друзья всем огромный привет с вами харди и мы продолжаем и это новое поселение власть дэй минивэн 30 левела как это было давай посмотрим да он уже вкачан потому что вкачали мы его на стриме показатели 121 тысяча здоровья урон 224 броня шанс крит урона блин он сильный чо уж там говорить но 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 есть один нюанс три трансмиссии блин 30 дсп это много классно железа конечно достаточно на машине более чем блин красивый красивый да и вроде бы мощный и в чем заключается нюанс коротко о главном когда от тебя потребуют вот эти фантастические дсп для прокачки минивэнчика не делай этого не качай минивэн в этот момент ты должен переключиться на бараки почему минивэн не даст тебе такого лютого прироста как наемники 40 плюс в общем когда у тебя предоставится выбор бараки 3 левела или гараж 3 левела сделай выбор в сторону барак наемники 40 плюс прибавляют просто дичь минивэн ни о чем я тебе сейчас покажу и по рекомендации наемников коротко я записывал для тебя более подробно и вырезал все нафиг коротко о наемниках не качай золотых наемников вообще если ты сможешь если ты прокачал допустим лени маверика там на 20 левла отлично он тебе помог проходить катки короче ты дойдешь примерно до моего развития и ты не сможешь их прокачать я сейчас если да дано задоначу 6000 рублей я это скорее всего не прокачаю никакого лени маверика ты понимаешь то есть у меня это лени маверик у тебя может быть будет офицер мёрфи кто тебе там нападает но суть такая ты упрешься ты не сможешь прокачать долгое время не качай золотых наемников вообще я серьезно качаем сто процентов конора и такера он тебе будет даваться и это уже лавкачи и костоломы соответственно рейчела не качаем других костоломов не качаем из ботаников качаем обоих но до определенного момента до какого но вот к примеру сейчас да мне надо еще выбить карму и она пойдет дальше поэтому я не качаю криса для его прокачки 9 ловелов надо очень много и он не будет настолько эффективен как карма без вариантов поэтому я его не качаю уже сейчас но раньше я качал и они мне помогали в паре что по поводу значит золотых не золотых сорви голова раз сорви голова дава то есть лучше качай этих пацанов и сфокусируйся вообще на одном персонаже чем лени маверика что с офицером мёрфи все очень просто это костоломы вот кого качай из костоломов вот его у тебя не будет этих жатонов чтобы сразу качать всех мастер джек то же самое нафиг забудь про него хоть он и синий сфокусируйся на такере и только на нем раст сорви голова золотой выбросить его в помойку еще один золотой костолом в помойку почему потому если ты последуешь моей рекомендации моему совету ты мне через время скажешь спасибо ты увидишь и поймешь что у меня как все хорошо идет и лишние нашивки я не тратил все просто золотые наемники падают раз в 100 открытий стопроцентный но могут тебе за 100 открытий дать еще чуть-чуть там может одного золотого но тебе не будут давать конкретно мавери как если он тебе нужен мёрфи или раз то тебе что-то из этих четырех дадут поэтому вот эти 100 открытий ну пусть два наемника они разбавятся еще на непонятно сколько короче открытий и того и тем самым тебе надо штук 300 открыть этих контрактов чтобы допустим выбить 2 иконки наемника а этих иконок надо просто мрак понимаешь блин ну вот 40 плюс посмотри три морды перед этим я тратил еще как минимум три короче примерно до 40 плюс чтобы идти надо выбить где-то 6 или 7 одинаковых золотых наемников это не сильно важно сколько точно потому что больше одного наемника золотого это уже много блин а вот они и контракты елки-палки ты понимаешь что то есть 100 открытий это 6000 рублей тебе надо штук 300 этих открытий на моем уровне развития я в данный момент накопил значит какую каждодневную награду всего лишь 18 жетонов наемника максимально на данный момент в игре можно накопить 25 смотри вот это единовременная награда это говно вот в конце до плюс три и здесь смотрим уже четыре и еще 37 итого в сумме 25 то есть пять круток в сутки 150 в месяц круто конечно круто но вот вот это вот понимаешь это вообще 40 левел это не избыточные мечты почему то ты посмотри тут уже какой power отряда а на разбитой станции вот еще до финиша фиг знает сколько а power 52 тысячи то есть вот эту пройти тут примерно будет power 140 тысяч рекомендуемый или 100 тысяч ну чё то такое блин а вот здесь будет 140 тысяч короче мои 18 жетонов наемника каждый день это круто это всего три крутки мне грубо говоря надо месяц чтобы увидеть двух золотых мужчин я за это время столько уже продвинусь и столько прокачаю синих я не знаю если я тебя не убедил просто не качай золотых наемников вот я их еще очень долго не буду прокачивать вначале прокачиваем синеньких наемников до 50 а потом уже начинаем качать золотых и усиляем пачку спустя там полгода да и вообще в космос поехали что нам дал с тобой этот чудный не вен но он дал нам дал его надо качать он красивый да он добавил power но по факту только после того как вкачаешь бараки 3 левела все просто сделай бараки 3 левела а потом уже качай ресурсы в минивэн у тебя в принципе выбора то потом уже не останется понимаешь чем прикол как так ну вот так или ничего будет качать потом так ждем ждем чё ждали мы только что с тобой подрывника взорвали не об голову нашего танка это круто но нет я уже пробовал неоднократно проходить катки слишком жестко сейчас я с лени мавериком да он буквально вот еще понимаешь пока карма сороковая не станет он еще как-то актуален но как только карма вырастет 40 плюс выбросить его в мусор этого олени маверика то есть сейчас я месяц поиграю лени маверик вообще дно будет это столько вкачаных значит жетонов наемников просто вот беда блин гораздо дальше бы дошел быстрей бы развивался если бы не допустил фатальной ошибки с прокачкой золотого наемника держись держись а куда держись то а грязь да ну сейчас очень большие шансы пройти потому что такер красавчик да тут еще бывает иногда рандом сработает не сработает на уворот да и он решает иногда у тебя наемники прям умирают быстро и ты думаешь чё за фигня ты почему так быстро помер а иногда они долго живут красиво вообще да и при этом я прошел с кармой вот так вот чё дальше блин давай попробуем но это жесть тут сейчас будет какая-нибудь ну полная вообще дичь но полную дичь проходят уникальные наемники карма ну и снайпер такер самое главное почему потому что он снайпер ё-моё оп и все да видел я так что лечение нажал и я не полечился совсем недавно подсказали мне этот лайфхак на стриме короче лечение не работает если ты не в бою надо чтоб наемники сражались обязательно вот такой идиотизм так ну мы достаточно посмотрели да в самом начале есть подрывник дальше нету были бы подрывники дальше был бы шанс как-то схитрить взорвать всех эх я мое но мы заработали с тобой еще на одну круточку открываем ну как бы они мне нужны да мне для кармы их надо штук 500 блин чтобы нормально ее качнуть и это еще будет не топ-левел друзья с вами был харди я надеюсь тебе понравился этот ролик а может быть он будет тебе полезен и откроет глаза на многие вещи здесь да есть понравился конечно же оцени лайком еще не подписался подписывайся на канал на ю тубе на ru тубе яндекс и вк печка твс везде смотри там где тебе удобно минивент 30 это круто ты его обязательно вкачаешь но делай это после того как соберешь бараки третьего левела елки-палки чтобы наемники у тебя в развитии не останавливались приходи на стримы которые проходят каждый день на площадках twitch тарова и youtube продолжаем развивать поселение ждать фантастических обновлений в общем удачи тебе пока пока